МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья мои, как-то вот как прелюдия к нашему разговору в этом часе, а разговор наш в прямом эфире идет, несмотря на то, что вам может показаться и что-то иное. Вы запомните, ребят, сегодня 12 мая, сегодня вторник, наработку пора. Несмотря что на нашем сайте больше нет видеотрансляции, мы в эфире. Да, и теперь пусть компетентные органы гадают, в эфире это или не в эфире, это не важно. Главное, что... Трансляция не пишется для компетентных органов. Да, главное, что есть звук. Вот, и я хотел сказать следующее. Вот надо записать специальную заставку. На правах гостя. Антанк. На правах гостя, да, в эфире. Я, честно говоря, вот правда, в самых, Сереж, в самых растроганных... В самых смелых фантазиях не мог себе представить. В самых растроганных чувствах, да. Не мог поверить, что наша встреча в эфире может наконец-то состояться. Потому что вот сколько раз мы не требовали старших товарищей, вот... И грезент. Они не являлись, да, старшие товарищи. Под разными предлогами. А чаще всего, я думаю, что в глубине души был испуг. Будут, мол, издеваться будут. Или задавать какие-то вопросы гадостные. Но мы же интеллигентные люди. Что вы... Нас нечего бояться, правильно? И сегодня у нас в гостях Сергей Николаевич... Сережа, можно просто, да? Сергей Николаевич. Нет уж, будьте добры, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Сергей Николаевич Чванов. Российский актер. Юморист. Участник российского эстрадного... Не российского, а российского эстрадного дуэта. Хорошо, что не российского. Новые русские бабки. Образ Матрёны Ивановны Нигматулина. Аплодирует второй гость. Второй гость. Аплодирует второй гость, да. И как вас поучит, Евгений? А меня вот как раз без оси с ней. А, и Женя Донских, заместитель главного... Извините, Евгений Донских, заместитель главного продюсера телеканала «Россия-1». Действительно, Евгений. Продюсер проектов «Это смешно» и «Улица веселая». Жень, доброе утро. Ну вот Сергей Николаевич попросил... Да, да, да. Самое. Жень, тогда... Это вернулся к Сергею Николаевичу. Объясни, полумок... Сергей Николаевич. Полумок, да. Объяснить, Жень, значит, в чем новизна, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о том, что появляется новая программа, юмористическая, развлекательная, в вечернем эфире телеканала «Россия-1». В на сколько вечернем? А вот это мы посмотрим. До Владимира Соловьева или после? Во время. Шутит, шутит, шутит Сергей Николаевич. Это будет актуально. Извините, пожалуйста. Битва. Очень, как вы видите, современная программа. Новые русские бабки против Владимира Соловьева. Да, класс. Дуэт «Новые русские бабки» теперь получает свой собственный адрес на телеканале «Россия-1». По адресу «Улица веселая», да. Это ежедневный проект? Еженедельный. Еженедельный. Суббота, воскресенье, пять. Суббота. Суббота, вечер. Из чего выросла вот идея сделать именно эту программу? Мы с ребятами познакомились на проекте «Это смешно». А Сергеем Николаевичем? Да, Сергеем Николаевичем. Ну, как мы запустились, сквознячок такой. Сергей Николаевичем. С Сережей и Игорем Косиловым мы познакомились. А Игорь где? Он косят? Игорь какой-то зуб лечит, там что-то у него с острой болью поехал. Я не могу. Я говорю, иди, иди лечи, иди. Это правда. Это правда. Так вот, познакомились на проекте «Это смешно». И ребята совершенно нечаянно или совершенно специально выиграли первые сезоны проекта «Это смешно». То есть это по-честному выиграли? По-честному, по-честному. Нам сказали, что по-честному, по-честному. Вы-то как считаете? Мы считаем, что по-честному, наверное, все. А кто решил? Потому что решали судьи и решали зрители. У нас такой проект, что там 50 на 50. 50 решает профессиональные жюри, и 50... Ну, пополам, как и в нормальном любом. 50% ополеют зрители. Вот, и они выиграли собственное шоу. Вот, это шоу придумывалось почти год. Давай так, выиграл Сергей Николаевич и Игорь. С больным зубом. Да-да-да. И какой-то Игорь. Чванов плюс один. Верник. В тот момент верник. Игорь верник. Сереж, на самом деле, много вопросов именно по поводу и так называемого профессионального юмора. Я сталкиваюсь с тем, что, например, нашу программу называют юмористической. Вот вашу? Но когда я смотрю программу, где вижу вас, Сергей Николаевич, я понимаю, что, конечно, к юмору я никакого отношения не имею. Но в той степени, что хотя бы даже у нас живой эфир, да, прямой, и у нас есть просто работа с контингентом. Да-да. Большая часть из которого сидела. А у вас все-таки искусство, да? И, Сереж, можно, пользуясь положением, да, я вот хотел бы задать вопрос, можно патетическую музыку, на которую прошу вас, Сергей Николаевич, наконец, ответить нам честно. Потому что вот этот вопрос я вынашивал для нашей встречи, даже не зная о том, что она состоится долгие годы. Вопрос в следующем образом. Сергей Николаевич, скажите, как это быть женщиной? Ну, а ответ хочу честный. Ответ честный. Женщины быть трудно, поэтому женщины я, мы с Игорем, бываем в течение, ну, двух часов. Дальше мы выпрыгиваем срочно. Мы так долго не продерживаем. Два часа, это много. Два часа, это много, конечно. Но женщине проще, чем мужчине. Но, честно, мы сидим в этих тетках, бабках, честно сидим, два часа, и вылезаем, и все, и снова Сергей Николаевич. Погоди, ну вот смотри, если вот серьезно чуть-чуть об этом поговорить, да, об этой проблематике. Сергей Николаевич. А что за проблематика? Насколько сложно вылезать из бабки? Что за проблематика? А что за проблематику? О, не получилось. Аккуратнее, аккуратнее. Извините. Ну, лишь просто про эти самые. Хочу сказать, почему-то метизы. Нет, не метизы, а это рудименты. А вот доктор Хайт ввется наружу. Аккуратнее, если у вас бабка, это на два часа уже сказал. Мистер Хайт наружу. Опустите. Проблематика. Сережа, я просто забыл вопрос. А насколько сложно вылезать из бабки? Вылезать? Ну, не знаю, как-то. Нет, легче по времени, быстрее, чем вылезать, потому что нужно все долго одеваешь, юбка. Там все по-честному, нижнее белье, все, ажен-провокатер, все дела. Пусть это останется нижним бельем, нечего там делать вам. Вот, ну, правда, это настолько уже все далеко. Сложность впрыгивания и сложность выпрыгивания, потому что мы это так давно делаем, поэтому, ну, приходим. Ну, вот сейчас, 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 ребятам придется попробовать как раз. Да, да, вот к этому толчу. Евгений Донских, да, Жень, но я так понимаю, что в новом-то как раз проекте и... Улица Веселая. Вот эта вот, грубо говоря, бабкинская скорлупа, она раскрывается, правильно? По-другому немножко. Да, да, мы увидим еще дуэты и сольные образы от Игоря и Сережи. Бабки превращаются, это уже каскад разных, различных архетипичных персонажей. Да, так вот. Вот как Донских сказал, так все и есть. Сергей Николаевич Хотелось бы спросить вас Поскольку На протяжении многих лет Ты включаешь Телевизор И если это выходной день Давай гноби дальше Я сейчас вообще Нейтрально Даже симпатично Включаешь И я имею ввиду что по срокам Уже долго идет работа И много приходится работать В юморе В юморе Скажите пожалуйста Когда вы почувствовали с Игорем Что В принципе Пошла касса Пошла касса Все таки они лезут В белье Теперь в другое Белье прячут в другом Две запрещенные тем Я не говорю сколько Когда почувствовали Когда почувствовали Было две кассы Сначала была касса Касса в Самаре На региональном телевидении А потом другая касса в Москве Началась Белая Я слышал разные Разные методики Вот работы С программами Знаешь когда почувствовал Что касса пошла Когда вот На работу вдруг шел И вдруг поехал Вот тогда Ну это понятно Это понятно Но это доступно и обывателю А вот так что действительно Касса Сергей Николаевич Нет Сергей Сергеевич Не об этом Немножко не о том Сел и поехал Вот А в том смысле что Рублевая масса Да нет Да ну и Нет я не о деньгах Нет Серьезно Вот Насколько вы Трепетно относитесь К тому Чтобы на Экран Да Уже появлялись Те вещи Просачивались Да Из большого объема Возможных Сценариев Там Реприз Каких-то Которые действительно Будут выстреливать Я не буду сейчас Называть фамилию Одного из Ваших Конкурентов Старших Вот Но я слышал Что методика следующая На региональных Каких-то выступлениях Да Именно коммерческих Обкатываются Те или иные Гэги Шутки Приколы Да И потом Когда уже По реакции Вот этих подопытных Зрителей Работает Появляю Выясняется Да Что вот это работает Это нет Это уже Выходит на телек Или наоборот Это сначала Появляется на экране А потом уходит В народ Уходит Да Уже в живую В живую Значит это было Все в кривом зеркале Действительно так было Потому что Евгений Ваганович Петросян Где мы В проекте Который мы работали Кривое зеркало Называется Он делал Такую вещь Он Мы репетировали Какое-то время Потом выезжали На проверочные Так называемые Концерты Проверочные Проверочные Концерты И что-то там Делали Но Здесь У нас всегда Было к этому Очень двоякое Отношение Очень Потому что Мы чувствовали себя Неуютно Из-за этого Потому что Ну что-то в этом Есть Какой-то Ну что-то такое Не совсем честно Поэтому мы всегда Требовали Честные люди Мы всегда Просили и требовали Ну Когда-то Может и прислушались Я не помню Сейчас уже Давно было Писать Открытые репетиции И тогда И тогда Можно Но к сожалению Все это Работало Не так Как нам Хотелось бы Писались Концерт Ну в общем Было такое Лукавство Такое Но залы Были полные И все люди Которые приходили Понимали Что люди выходят С бумажками Даже иногда Читают Люди чувствовали Что на них Трируются Это не то За что Они заплатили Деньги Вот про что В этом была Да Я считаю Что это было Неправильно Абсолютно Но мы ничего тогда С этим не могли сделать Я надеемся Что это наоборот Было правильно Не знаю Не знаю Правильно или нет Не знаю Ну понимаете Все должно Озвучиваться Так как вот оно и есть Если это С бумажками Концерт Нужно писать Концерт с бумажками Если это Концерт Готовый Сделанный продукт Тогда нужно писать Это концерт Ну вот Такое было Я даже Не совсем Про эту кухню А с твоей точки зрения Сереж Правильнее Проверить Правильнее Правильнее Как бы Выходить На телек Уже с обкатной Программой Или наоборот На телеке Показывать то Что зрители Потом еще Только увидят То есть Телевизор Использовать В качестве Витрины Да Витрина Телек Или наоборот Я не знаю В нашем В нашем цехе Думаю Что телевизор Должен быть Витриной Потому что Продукт должен Быть сделан А как Слушай А вот как понять Смотри Вот для нас Наверное Образец Образец И я думаю Что для тебя Для Жени Да Образец Чуткого Понимания Того Какая шутка Да Какая сцена Будет Востребована Да Зрителями И любима На протяжении Там 40 лет Это конечно Гайдай Да О котором ходят Легенды Что он там На кухне Среди знакомых На дачах Проводил эти эксперименты Шутил И видел Смотрел за реакцией Да И теперь мы видим Фильмы В которых фактически Нет беспроигрышных Да Эпизодов Крылатых фраз Вернее Нет проигрышных Эпизодов Которые бы Ну как проходной Да Вот как в альбоме Музыкальном Есть хит И есть там Шелупой Есть трек номер 7 Это и есть витрина То же самое Гигантская работа Потом делается Как ты думаешь Вот сегодня При том объеме Юмора Которого очень много Ужасный объем Просто ужасный И понимаешь Я не хочу сравнить С пауками И вы на Эвересте Да Вы на Эвересте Этого объема Нет Но получается На Эвересте холодно В принципе В принципе Каждый из вас Ну в вашем случае Дуэт Да Но есть и сольные Люди Которые работают Хочешь спросить 50 на 59 Или нет Я имею ввиду Каждому было бы круче Если было бы меньше Меньше юмора Меньше людей И меньше юмора Да Потому что Это кому как Не знаю А кто выигрыши Кому хочется Чтобы было Вот так вот много А у кого Вот витрина Красивее Тот и выигрыши Кто больше Готовит Экспонат Тот и выигрыши Потому что сейчас Готовка Лучше кулинар Этих экспонатов Занимает К сожалению У многих Людей Очень мало Времени Когда Ничего не готово А они хотят Уже нам Эфир И вот пофигу Так пусть Тут ну ладно Тут да ладно Хрен с ним Пройдет И вот этот Метизы Вот эти полупродукты Они вытаскиваются Они неподготовленные И поэтому Ощущение Что банки И пауки Вот такое Ну мы Я думаю Что мы Достаточно пищаем Времени подготовки Каждого своего номера Как раз сейчас Вот у нас идет Мы готовим сначала Это номера Которые впервые Увидят зрители И все что будут говорить И образы Цветочки Матрионы И новые номера Это все Как раз готовится Как витрина Говорит Евгений Данский Заместитель главного продюсера Говорит Евгений Данский Заместитель главного продюсера Телеканала Россия 1 Мы говорим о новом проекте Улица Веселая Да Который вырос Субботний проект Вырос Ну так Сформировался Для победителей И насколько Женя говорит Это произошло объективно Да Шоу это смешно Шоу это смешно Да И вот улица Веселая В которой В котором Сергей Николаевич Я Чланов Да И его друг Игорь Который сейчас Лечит зуб Действительно друг Игорь Владимирович Косилов Да Конечно А что Значит пополам Вы думаете враги умеют Значит пополам Значит пополам Пополам что Все Коса Все пополам Все Как у Ленина И хлеба горбушек Сереж Не могу не спросить Вот важный Такой вопрос Вы Значит Кто у вас занимается Административной работой Сергей Вячеславович Осипов Это третий человек Да Сколько сменилось Сергея Вячеславовича За это время Сергея Вячеславовича И сменилось два Первым Сергеем Вячеславовичем Была Татьяна Львовна Ефремова Почему сменилась Ну потому что Татьяна Львовна Выросла Большого Бизнесмена Организатора Ресторатора И так далее На вас С нами уже Ей было тесно Да и нам с ней В общем так Как ты так уже Ой Тань Ты вон какая Ну и все А Сергей Вячеславович Работал у нас Тоже в коллективе Администрировал Там И теперь он стал Главным Администратором Главным Сергеем Вячеславовичем Скажи пожалуйста Вот очень важный вопрос Для Очень многих Как мы видим Да Сегодня Групп Объединений Особенно дуэтов Это касается Да Когда Люди не выдерживают Испытаний Деньгами И славой Да Когда мы видим Что по каким-то Они могут говорить В интервью Что угодно У меня выросли Амбиции Там планы Какие-то появились Я хочу записать Сольный альбом Да Я вижу по другому Сейчас мы готовили Новый прайм Да 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 И столько развалилось И в музыке Да Этих вещей И в юмористических Тех же командах Да Вот твой секрет Как сохранять Дуэт Пару Да Как команду сохранять Несмотря на ревность Как ты его терпишь Усталость и так далее Да Как он меня терпит Ну Очень индивидуально Очень Ну в вашем случае В нашем случае Прощать Нет Это важно Ну Все прощать Да Ну какие-то вещи есть Которые нельзя прощать Но К нам они не относятся Потому что у нас нет таких вещей Все что у нас есть негативного Все можно простить И это мы делаем Ну потому что по другому нельзя Есть дуэты Которые распались По каким-то причинам Которые можно было Избежать Можно было И Тогда бы было все хорошо Ведь не только дуэт распадается Еще Касса распадается Во-первых не касса У каждого же дети Семья То есть от От Игоря А зависит Благосостояние моей семьи И благополучие От меня благосостояние И его семьи Поэтому тут Так Вы удержались Вы удержались Чтобы не шантажировать Друг друга Вот эти А ну-ка я хочу сделать Сейчас вот так Конечно У нас Очень все так Ну у нас были моменты Когда мы Вставали друг от друга И там Было такое Какое лекарство в этом случае Алкоголь Алкоголь? Да нет А что делать Вот если один не пьет Да А другой пьет Ну я не знаю Мудрость человеческая И все Умение прощать И терпение Сереж Ты же видишь Как правило Эти распады происходят Ну с людьми до 30 Ну такие В молодости Как правило По полтинничку Извините Поэтому Не до Некуда распадаться Не до распадов Сейчас Период полураспада Как у радиации Конечно Нет С этим все нормально Мы достаточно Ображаем Что если мы распадемся То распадется Только всего А потом еще Это мнение Работаем хорошо Да и вообще С чего нам распадаться Такая Мы знаете Когда распались Вашуков с Бандурином Такой был дуэт Эти вот Куплетистов Да С гармошкой Да С гармоникой Мы так переживали Казалось бы А потом пошли передачи С откровением Нет А потом сами взяли Гармонику в руки И стали петь Да Нет Опа Тема Кстати да И просто мы смотрим Что произошло После распада Как стало Вот как было И как стало И не надо так делать Распадаться не надо Если дуэт существует Тем более давно Надо его сохранить До конца Потому что я помню Например Как Когда умер Владимиров Борис Маврикин Никистично Вот этот дуэт Да Человек Второй вот этот Партнер Танков Вадим Не помню Я еще даже застал Он начал работать С другим человеком То есть Не Не один Что тоже было бы глупо В общем Но взял какого-то Другого человека И это было Так Неправильно Не надо так делать То есть Нет половины Она чем-то заменена И все Все плохо Друзья мои Сегодня у нас В рубрике На правах гостя Сергей Николаевич Чеванов И также Евгений Донских Сегодня мы говорим О новом проекте Наших старших друзей Телеканала Россия-1 Улица Веселая После новостей Новостей спорта Продолжим Творческое Объединение Звук По заказу Гостелерадио Радио Сергей Стилавин И его Друзья Друзья мои Как выглядит Сергей Николаевич Чеванов Уже невозможно Увидеть В нашей Видеотрансляции Потому что Мы ее Прикрыли Вот Только лишь Представить себе Сергея Николаевича Тем более Когда он Разговаривает Обычным Нормальным Мужским Взрослым Языком Человеческим Новые русские бабки Это проект Который вы Прекрасно знаете Игорь Косилов Партнер Единственный Многолетний Как мы выяснили Людям удается Даже не конфликтовать Прощать друг друга Правильно И оставаться вместе И с нами Также в студии Евгений Донских Женя еще раз Доброе утро Здравствуйте Зам Зам Главного Продюсера Телеканала Россия Один Он курировал Как продюсер Проект Это смешно Победители Этого проекта Как раз Вот Новые русские бабки Проект Теперь Перерождается В новом виде Под названием Улица веселая Да Кстати Когда премьера В общем проект Перерождается Нет Это смешно Это смешно Будет второй сезон Ожидать его Осенью Мы готовим Второй сезон У нас новые участники Новая волна Новая Там обновленная Жюри И так далее Это Ну как бы Приз Первого сезона Проект Да Под названием Улица веселая Специально для нового Дрэта Новые русские бабки Май Этого года Буквально Через 10 Май этого года Сейчас как раз май 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 совпадает Я думаю 12-й число Месяц Я думаю Следующая неделя Сергей Николаевич Я Вопрос Вот в чем Авторы И исполнители Да И Кто является Связующим звеном Между вот Командой тех Кто креативит За кадром Те кто в кадре Да И насколько Вы Как люди Которым расхлебываете В конце концов Правильно Не важно кто Что подготовил Ты в эфире Я вот например За рекламу отвечаю В глазах слушателей А что у вас за туфта В рекламе Я говорю А я при чем тут Они говорят Это что у тебя в эфире Значит ты виноват Ты что болен Серега что ли Всем этим Вы вдвоем Контролируете Весь контент Или вот Есть например Продюсеры Но какие-то Внутри команды Это точно сработает Чувак Ты говоришь Это фуфло А он говорит Сработает Давай работай Я же продюсер А нет Я не знаю Потому что Авторы Это КВНщики А мы Ну скажем так Не КВНщики Не КВНщики Не КВНщики А вот смотри Вот ходили разговоры Не то что ходили Это факт Я читал об этом В серьезных изданиях Да Если вот Аналогии С серьезной темы Да Что например Между ветеранами Великой Отечественной войны И ребятами Которые в Афгане Воевали Да Не было Никогда Такого единства Они как то вот Особняком друг от друга Как бы разные поколения Да Они друг друга Воспринимали особняком И соответственно Вот ваше поколение Да Людей которые Занимаются юмором Да И КВНщики Тоже разные А как вот Вы проложили Между вами Мост какой то Да И если В принципе Вот Рустам Мне признавался В последнее время Самая главная радость Для него это сон А представьте Человеку в 20 лет Который вы так скажете Да на него покажут пальцем Да ты придурок Да Вот разные И просто уровень Понимания жизни Вообще Человеки придурок Он отец Нет нет Вообще Разные Разные видения жизни Да между поколениями Да конечно То есть тебя Что то уже От прикалывало И больше не прикалывает А их еще Привод Ну от каких то вещей В жизни Да Кайф Кайф в том Что и мы И они это понимают Мы видим то Мы видим то От чего они кайфуют Ну то есть Ты изображаешь Кайф А ты их кайфу Я не изображаю Или они пытаются Придумать А от чего Придут тебе Слишком много кайф Конечно Конечно Они видят От чего нас прет Потому что нас Или прет Или не прет И они умеют Уже различать Когда нас прет Тогда они Пишут То есть они им мимикрируют Приспосабливаются Конечно И мы им мимикрируем А как выглядят Вот эти вот авторы Интересно Мы их не видели А так Кто это авторы Ну Человек Десять пацанов Молодых Живых С открытым взглядом Светлым С открытым Да И с забралом Ну ладно Глупостью Ощущение жизни Они зависли Понимаешь Это даже Хлеще камни Бить будут Сережу Бить Да ладно А что Правду говорю Кто им еще скажет Правду Останешься ли за блюдо Они же на тусовке Приходят Им же все говорят Ой какой Зашибись Ты снял фильм Откуда этот человек Узнает правду Только из эфира Майка Только из эфира Я так понимаю Что это не вопрос Это просто твоя личная Миния Кинематографа Вопрос-то в чем Как ты понимаешь Что приколы От молодых Написанных для вас Уже зрелых Будут Годиться В той аудитории На которой Нет Объяснения Это невозможно Объяснить Просто мы читаем Материал И автоматически Это пойдет Это не пойдет Это все равно Такое коллективное Творчество Ближе Ближе К Жень Да Коллективное Творчество Куда уж ближе Только если мы Во-первых Очень много Вот мы сейчас уже Сколько Мы уже сняли Практически все Очень много было Таких моментов Когда мы с Игорем Говорим Это не пойдет А ребята Авторы Говорят Это пойдет И мы так Не думаем Ну как пойдет Ну давай И правда пошло И естественно Есть много вещей Которые наоборот Которые мы говорим Это хорошо Они говорят Да ну Это хорошо И они с нами Соглашаются И вот эта вот Работа такая Органичная Ну а ты скажи А в случае Когда писали Ну условно говоря Ровесники Да В прежних программах Какой процент Выбраковки материала Тогда и сегодня Вами как ОТК Ну что вы берете Ну не знаю Тогда процентов Тридцать А сейчас процентов Пятьдесят Пять Пять? Да Ну потому что Все идет Потому что Это проект такой Уже Где работают люди Которые понимают Ценность времени Скажем так И уже знают Что нужно Какой материал Ну то есть Какая-то оптимизация Процесса Настолько Что отбраковки мало Потому что если было Много отбраковки Это значит Нужно много времени Чтобы это отбраковать Перелопать А что они едят Что они едят Выдавая настолько Много хорошего потерял 95% КПД А просто Правильно стоит задача И все Овощи Веганы Сейчас много у нас В стране таких Йога Таких штучек Когда быстро Все делается И правильно Ты понял Для себя верно У нас общий Утренний пилат Сергей Николаевич Ты понял Что Вот Давайте сравним Ваши прежние проекты Которые принесли Славу Известность Бабки Вот Все нормально Бабкам бабки Вот Все вокруг бабок Нет Отличается вот Аудитория У того проекта И у нового Вот этого креатива Могу сразу спросить Чем отличается Да Конечно же отличается Вот так Конечно В этом же И Ну не Эксклюзивность Как-то так Выпендрежно Звучит Немножко слово Вот этого проекта Улица веселая Но То Что отличает его От другим Это как раз Вот это вот Совмещение Вот этих двух Больших систем Вот это вот Ну Обзовем это Скажем так Кривозеркальная система И система КВН Мы сейчас ее Скомпилировали Так удобно нам стало С ребятами С молодыми Они понимают Но они лучшие Потому что И мы в общем Ну не последние Как бы люди в этом Да Ну так Не то что уж Совсем крутые Но научились Быстро работать С этим материалом И они видят Что мы умеем И мы им даем Как бы Себя проявить Практически все Подходит Ну не знаю Вот так состояло Вот сошлись Как говорит Евгений Ваганович Ребят Лучики сошлись Вот сошлись Лучики Вот с этой авторской группой С этой продюсерской группой И с нами В чем В чем фишка жизни Вот этого поколения Которое Вам пишет сейчас Ты понял? Конечно понял Поделись Понял? Делись Просто в кайфе От жизни Просто в кайфе Вот постоянный позитив Постоянный свет И Ты же понимаешь Ты же советский человек Это же ненормально Даже отсутствие Нецензурной лексики Да? Да Как ни странно Вот я сейчас Как у нас сейчас Просто назад прокручиваю Они просто не матерятся Эти ребята Они такие Просто Заедают А Женя Где вы нашли этих ребят Которые не матерятся? Они иностранцы? Может быть они Не знаю, что такое губастый Губастый? Губастый? Играет Номер Проносастого Это смешно Это смешно Улица Веселая Господи, я еще никак не привык Улица Веселая Это так не легло Так еще на язык не легло Улица Веселая Улица Веселая Кто придумал? Жень, кто придумал? Я даже не знаю Нет, там был общий Такой штурм Мы все думали Очень много вариантов Все думали Все думали А потом нам понравилось Что такое На телевидении На России И появилась Улица Веселая Улица Веселая Это уже маркетинг Теперь есть конкретный 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 адрес У юмора Сергей Николаевич Но ты же понимаешь Что не прожить Когда от жизни Только кайф нужен Ты же понимаешь Что жизнь это напряг А это вопрос Вот с правой стороны От себя человек Сидит Он обеспечивает Я про поколение Про то имею ввиду Ты поделился наблюдением Молодежь Да, что вот Главная цель в жизни Это кайфовать Кайфовать же Не кайфовать Слышишь А Получать удовольствие От нее Вот как-то так Вот кайф Нужно обозвать От всего Конечно Ну во-первых От работы Я уж не знаю От чего они там Получают удовольствие Может они там Что-то делают Не знаю Но Как они кайфуют От того Что они придумывают И это Вдруг воплощается В некий телевизионный Практ Да И поэтому Да И мы Нам нравится Ну такое Светлая штука Получается Не знаю Теперь умный вопрос От Рустама Давайте умный Лучше Дети Что дети Они видят тебя Дети у КВНчиков есть? Мои дети Твои Видят А в каком образе Они тебя представляют Именно вот в образе Сергея Или бабки Ну конечно бабки Я же домой в одежде В старушке И хожу И хожу из машины И надеваю плату Нет нет Мои дети Совершенно И мне интересно Они не участвуют Ну и правильно А как же династия? Папа поехал на работу Не у меня Данила поступил в ГИТИС Мой сын старший И закончил его Уже удачи мальчик Да Вторая девочка Но у нас совершенно не связанное отношение То есть я к театру Он как оценивает творчество? Как работу Просто он видит Что есть некая работа Которую делает его отец И за которую он получает деньги И видимо не стыдно за эту работу Потому что все хорошо И как бы ну Да он не смотрит естественно Ему не надо это смотреть То что мы делали Во всяком случае раньше Тебе проще А он домой с таким же лицом приходит Как на работе Да 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 Нет нет Я же говорю Старушка Матрена И у Игоря цветочек Они появляются только на 2 часа Или в кадре И все Это очень все жестко Дальше никаких старух нет Дальше есть Сережа и Игорь Прекрасные парни А мы то думали Сегодня услышим Такую пронзительную историю Старуха по жизни Друзья мои Сегодня Сергей Николаевич Чиванов И Евгений Донских У нас сегодня в гостях Создатели нового проекта Улица веселая На телеканале Россия А это говорит Творческое объединение Звук По заказу Гостеля радио Радио Сергей Стилавин И его друзья Итак граждане Сергеем Николаевичем Чвановым Мы продолжаем разговор Вместе с ним В студию К нам пришел Евгений Донских Зам главного Не отпускают одного Продюсер Нужен надзор Телеканала Россия 1 Продюсер проектов Это смешно Вы его уже знаете Ну и в этом месяце Наконец Познакомитесь С улицей Веселой Игорь Косилов В это время Лечит зуб Зуб Да И поэтому не с нами Сергей Николаевич Вот что хочется спросить Вас О чем О чем Хочется спросить Мы уже Коснулись Темы там Пауков И так далее Да Но в целом Как тебе кажется Вот Эволюция Эволюция Юмора Да Вы нашли выход В том Чтобы прогрессировать Вместе с более молодыми В целом И найти новые образы Для себя В целом Уже в рамках нового шоу Но в целом Вот эта ситуация Когда огромное количество Людей Паразитирующих Я сейчас не про вас Именно Паразитирующих Таких как Вот эти вот Вот те Вот те Так вот Которые Честно говоря Ну во первых Мы должны Назвать вещи с именами Убили Систему анекдотов Которая была В нашей стране Ну частью русской культуры Мне кажется Советской культуры Убили да? Убит анекдота Люди не рассказывают анекдоты Есть свежий Не не серьезно Люди не рассказывают анекдоты Вот система анекдота Понимаешь Вот история Когда люди могли Ну смотри Сначала убили гармошку Люди перестали играть музыку А потом убили Посиделки Да Когда люди могли травить Друг с другом Сергей Это мировая тенденция В США тоже Просто рассказывали Убили банджо У вас Джексон Убил анекдоты Это я знаю А у нас то что Да И вот Сегодня просто К юмору потребительское отношение Да Что мол Типа Ты меня давай смеши Я посижу Семки пожую Или что Если подороже Бобкорн Да ты с эволюцией Вместе с эволюцией Ты чувствуешь себя С участием С участником убийства Или народного юмора В виде анекдотов Нет Я чувствую себя С участником рождения В основном Убийства нет Убийства Ну наверное Так везде же Но он просто Структурировался Этот юмор Раньше же его Видели-то мало И одно и то же И одинаково Все было А сейчас Разные структуры Там Камеди Квен Что-то там Не знаю Мне кажется Упорядочилось все И стало более понятно Что хорошо А что плохо Вот и все Не знаю Пауков выпустили Из банки Сейчас Ну время выпустило Просто В одной банке Тесно стало И они разбежались И все видно Сейчас какие пауки Ядовитые Какие полезные Все понятно В чем В чем для тебя Лично Кайф От жизни Для Квенчиков Я понял Кайф от жизни Это кайфовать Кайфовать от того Что они делают Нет А ты Ты Вот в чем Потому что ты много раз Сегодня сказал И я понимаю Что ты так к этому Относишься Что вот есть работа Да Есть два часа В гриме А когда ты Вот обычный человек Да Не в студии Не микрофон Не продюсер Евгений Рядом А вот В чем кайф-то Ну есть какие-то интересы Там Ну я не знаю Это совершенно Земные какие-то вещи Выпиливать А что Выпиливать Практически Выпиливать Нет Выжигает Мы тут как-то Выпиливали эти наличники И она же Свои Свои Как это сказать Свои норки Куда я веряю Рукастого Ты же политех Закончил Да Больше не надо Я через три дня Она уже трясется Это зависимость Ну да Вот это как-то Называется Это вот болезнь Ты бывал у психотерапевта? Нет Ни разу Я хочу сходить Я хочу сходить Не подскажете Какого-нибудь психотерапевта У нас есть Анетта Орлова Анетта Орлова? Да Неплохой психотерапевт Можно к Анете записаться? Она орешками кормит Нет, нет Все нормально Работа не отнимает Больше чем нужно Что тебя, я не знаю Последнее заставило В полный голос смеяться? Я не знаю Кинофильм Номер коллег На сцене Нет, последний раз Мы вот буквально Недавно смеялись Когда у нас читка Нового материала Была по улице Веселая Много раз смеялись В открытую Прекрасно 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 Несколько раз Конечно Несколько раз Мы просто в голос Смеялись Потому что 90% времени При читке Нового материала Читаешь просто Так Ну так А, вот это хорошо Нет, ну это нет Как смеяться снова? Снова? Да Вот снова и снова Когда одна и та же программа Она же вот наработанная Какие-то вещи Они же перекочевывают Вот я представляю Как вот Антонову Например, играть там Золотая лестница Без перил В миллион Так это и есть Это то, почему он Антонов Потому что Кайфует Миллионный раз Каждый раз Нужно делать Как в первый раз И все Это так просто Сереж И конечно Вопрос, который я Готовил На самый финал Нашей сегодняшней встречи Потому что Сегодня мы говорили За кого Сергей голосовал? Мы сегодня говорили С Сергеем Николаевичем Чвановым Участником нашего дуэта Новые русские бабки И участником проекта Нового Улица веселая На телеканале Россия 1 А этот В свою очередь Проект Курирует Продюсер Евгений Донских И не просто Евгений Донских А заместитель Главного продюсера Телеканала Россия 1 Прокурирует Сережа Хотел Спросить Вот задать вопрос Поскольку ты все-таки Видишь Хоть два часа Но все равно живешь В том мире Женщина На самом деле Это просто бабка Я понимаю А в мире этот больше Гораздо Да В мире Да Сергей Николаевич Как правильно Вот вопрос И он отчасти телевизионный И на тему женщин Да Как правильно Снимать мейкап С кожи Женский Да А для чего Вы интересуетесь Сережа Зачем Я думаю Как они насилуют себя Женщины Вот эти Вы плакаты Прикупились Ответ простой У нас нет мейкапа Почему Потому что он не нужен Потому что у нас Все что на нас надето Это Перечисляю женские вещи На новых Кстати где берете Да Вот Носки Эти как их Носки Гольфы Гольфы Обувь мужская Гольфы Дальше значит идет Юбка Да Кофта женская Платок И очки Трусы не сказал Больше ничего нет Без трусов Больше ничего нет Скотик Больше ничего Больше ничего нет Ребят Значит встречайте Да в этом месяце Улицу веселую Финал у нас такой Бельевой А с этого и начали В принципе Это хорошая традиция Женя Я тебя благодарю Что ты пришел Сегодня к нам Вместе с Сергеем Николаевичем Чвановым Сереж Огромное спасибо Спасибо вам Вы очень хорошие Вы светлые Особенности Ларин А вот это уже Можеврян Нормально Все До завтра Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok